Привет, друзья! Принесли вот такой вот пылесос на ремонт. Я так понял, это версия V10 уже. К примеру, у меня вот V7, здесь заметно видно, что меньше сама емкость, вот Max вот здесь вот, а здесь уже вот такая вот емкость, столько мушора можно. Значительно больше. Также видно, что и размер мотора, ну не знаю, может он, конечно, маленький, но скорее всего он здесь больше. Фильтр больше. Вот эта часть, по-моему, одинаковая. Аккумулятор здесь больше на один элемент. Смотрится, конечно, он гораздо внушительнее. Изначально не хотел снимать это видео, но потом подумал, а ведь, скорее всего, это будет очень интересно. И у многих сейчас такая модель, десятая, хотя уже есть и одиннадцатая, и двенадцатая, но клиент сказал, что взял этот пылесос год назад, и вот спустя год, и появилась проблема, присущая всей технике, у которой есть аккумуляторы. Видимо, емкость стала падать, и говорит, уже не хватает аккумулятора, чтобы убрать одну комнату. Так он работает. Я его включил, и, конечно, звуки он издает знатные. Магниты зверские там стоят. Мой пылесос таких звуков не издает, когда ротор останавливается. Ну, их не так слышно, по крайней мере. А теперь почувствуйте разницу. Ротор останавливается, и в магнитном поле начинает вибрировать. Здесь уже появилась светодиодная сигнализация о том, что забился пылесборник. Стоит включить нормально, нагрузка штатная, и ошибка исчезает. И сам отключился. Ну, сделали, конечно, хорошо. Молодцы. О, без фильтра не включается. Стоит какой-то датчик, видимо. Ну, звуки прикольные. Сейчас поднесу к микрофону. Причем, смотрите, как он быстро останавливается. Магниты там действительно зверские. Это на самом мощном режиме. Мой на мощном режиме. Гораздо дольше останавливается. Тут три режима уже сделали. Первый. Капец, у него воздух сразу же горячий идет. Насколько он сжимается там. Тут он тепленький. И то не сразу. Да. Техника. Ну, хватит играться. Нужно разобрать, снять батарею. Кстати говоря, идея, почему у меня появилось, снять видео. Почему оно может быть интересным, это видео. У меня есть для него аккумулятор. Набор. Кстати, ссылку на него я оставлю в описании. Может, кому понадобится сразу поменять аккумулятор, чтобы не возиться со старой батареей. Можете сразу заказать. То есть, набор есть на всякий случай, если что-то пойдет не так. Просто, почему я не хочу сразу делать аккумулятор, а поиграться с батареей. Потому что, по опыту предыдущих переделок, ну, там я сразу переделал. Вот такие вот обычные версии. Сразу переделывал. Чаще всего батарея уже в ошибке. И в ошибке она потому, что там разбаланс элементов. Обычно на одном элементе напряжение гораздо ниже, чем на остальных. И батарея уходит в ошибку. Здесь же батарея работает. Я хочу разобрать ее и посмотреть, какие напряжения на элементах. Может быть, немножко разбежалось там процентов на 30-40. И нужно всего лишь подзарядить. Малым током я попробую это сделать, чтобы BMS не ушла в ошибку. Это будет эксперимент. Если он сработает, то это будет классно. И можно будет советовать это делать другим людям, а не менять батарею. Потому что батареи на эти пылесосы стоят просто конских денег. Сейчас я сниму батарею. Получается, здесь нужно вот здесь открутить. и вот здесь, где мой мега крутой наборчик с отверточками. Просто кайфую, когда я его использую. Лишний раз всегда хочется его использовать. Я надеюсь, они никакую защиту не сделали. И штатные батареи можно менять без последствий. Сейчас, кстати, я это проверю. Как она снимается? Реально это она? Да, очень похоже, что она. Ведь еще сверху сделали дополнительные контакты, судя по всему. Для чего непонятно. Итак, первый эксперимент. Оставлю назад, будет ли работать. А то вдруг в сервисах они это делают, а потом приходится перепрошивать. Хотя разъемов снаружи нет. При установке, по идее, никак его не прошьешь уже. Значит, все должно работать. Да, работает. Значит, можно невозбранно, так скажем, заниматься разборкой аккумулятора и смотреть, что там с элементами. По аналогии с этой версией, тут нужно поддеть в нескольких местах. Ну вот, если судить по тому, какой здесь корпус. Вот они здесь, защёлочки, вот в этих местах находятся. Хорошо, когда есть корпус, но он может быть по другому подобию сделан. Хотел показать, какая здесь зарядка. 30,45 В, 1,1 А, 9 В. Батарею получилось благополучно вскрыть, без особых повреждений. Так как у меня был уже образец, я подсунул кусочки пластиковой карты в те места, где защёлки на вот этой батарее. Но, кроме всего прочего, здесь есть ещё защёлочки вот в этом месте. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. И вот здесь ещё одна защёлочка, вот она. Здесь на этой батарее она тоже есть. Здесь её лучше видно, видите, защёлочка. Но вот этой боковой нету защёлки. А здесь она есть. Вот она защёлочка. Поэтому это полезная информация для тех, кто будет тоже вскрывать батареи. Так, момент истины. Ну, здесь она без всяких эксцессов открывается. Вроде бы ничего не мешает. Здесь уже мешают кусочки пластиковой карты. Вот этот разъём нужно опустить вниз. Он мешает. И вот теперь батарея выходит чётко. Вот такая вот батарея. Здесь собрано всё так же, как и на других батареях. Одинаковые перемычки даже используются. Я смотрю, здесь два термодатчика стоит. Уже поставили два. И тоже в середине. Для контроля средних ячеек. Потому что они больше всего греются. Какие здесь элементы стоят? Молиселл 26А на 2600 мАч, что ли? Какой-то непонятный производитель. Хотя я слышал про него. Где-то видел, но присутствует QR-код. Сейчас возьму мультиметр. Надо измерить напряжение на всех элементах. Итак, момент истины. На первом элементе. 3,98, 3,99, 3,99, 3,99, 3,99, 3,99, 4. Разбаланса никакого нет. Очень интересно. Значит, элементы просто-напросто потеряли свою ёмкость. И поэтому время работы пылесоса уменьшилось. Получается, нужно будет собирать батарею. Есть ещё один способ. Мы берём другие элементы, обязательно заряженные до этого же напряжения. Иначе BMS может заблокироваться. Кроме того, что токи потекут. Если мы менее заряженные элементы будем параллельно подключать, подпаивать. С этих элементов потечёт ток в эти элементы. Да и в этот момент тоже BMS может заглючить, подумать, что-то не так. Напряжение на каком-то элементе почему-то резко начинает проседать и заблокируется. Поэтому нужно взять 7 элементов. Они могут быть даже сильно вшатанные. 100-200-300 мАч ёмкость у них может быть без разницы. Главное, чтобы на них было напряжение. Заряжаем до того же напряжения, что эти элементы. Подпаиваем. Я это делаю обычно на плату. Можно, кстати, сделать прямо вот сюда. Здесь залудить. Так проще будет, чтобы не убирать герметик с платы. Заряжены до того же напряжения элементы. Просто подпаять проводками. На эти никелевые выводы. И всё. И можно будет демонтировать родные элементы. И заваривать туда новые. Такой способ более трудоёмкий. Я считаю, что если есть возможность, то лучше заказать корпус. Это очень сильно облегчит работу. Для новой батареи я буду использовать оригинальные элементы LG HG2 на 3000 мАч. У них длительный ток разряда 20 А. Внимание! Для таких вещей здесь довольно мощный мотор. Поэтому применять нужно именно оригинальные элементы. Где-то в своих переделках, в домашних, для шуруповёрта. Подделки могут и проканать. Если там пару шурупов закрутить. Но где серьёзная работа, серьёзные токи, там нужно ставить обязательно оригинальные элементы. Можно использовать Samsung 25R. Можно использовать Samsung 30Q. 25R, конечно, предпочтительнее. Они рассчитаны на более высокие токи. Samsung 30Q и вот эти LG HG2. Они, конечно, не такие жёсткие, как Samsung 25R. И Sony сейчас Murata VTC5. Там 30 А можно легко. Но так как у меня нет Murata VTC5, они на 2500 мАч. Так же, как Samsung 25R. Так как у меня их нету, я буду использовать LG HG2. В данном наборе стоит вот такая вот BMS. Один датчик температуры. Здесь в наборе все разъёмы, все перемычки. И соединение тут происходит с зелёненькими проводами. То есть, на BMS нужно будет подпаиваться проводками. Ничего сложного. Просто такая монотонная работа. Сейчас всё это ставлю, приварю. Здесь B- помечен. То есть, вот он минус. Мы вставляем первый элемент. И дальше уже в шахматном порядке вставляем остальные. Дальше нужно будет приварить все вот эти перемычки между элементами. Ну, а на плату с зелёненькими проводами. Кстати, хорошие провода. Силиконовые. Очень гибкие, хорошие, качественные. Не жалеют. Сейчас соберу. Покажу уже готовый результат. На нём гораздо проще будет пояснить, что да как собирать. Нежели снимать каждую мелочь. Но, конечно, красивее видео выглядит. Но столько заморочек и столько на монтаже потом, что просто пипец. Надеюсь, вы поймёте меня. Батарея собрана. Занимает это немного времени. Где-то около часа. Можно легко собрать. Без проблем. Первым делом, как я уже говорил, устанавливаются элементы. Затем привариваются все никелевые ленты. В том числе и B- и B+. Далее, перед тем, как устанавливать плату BMS и прикручивать её, нужно припаять провода. Потому что они припаиваются снизу платы. Если прикрутить, вот эти запаять места, то потом уже будет сюда не подлезть. Поэтому это нужно сделать заблаговременно. Пластины здесь не очень хорошие. Обычным флюсом не сразу получается залудить. Поэтому я использовал кислотный флюс. С ним очень хорошо лудится. Здесь нужно защелкнуть, я так полагаю. О! Отлично! Здесь собирается всё элементарно. Всё по аналогии, как здесь. Никаких проблем не возникает. Единственное, вот здесь шёл разъём. Я его изначально не припаял. Уже установил всю плату. Здесь припаял. Поэтому мне пришлось его срезать и запаять провода по отдельности. Что-то мне неохота было заново плату отпаивать, подымать. Проще было запаять эти провода без разъёма. Но никаких проблем. Далее, очень важный этап. Нужно вот сюда нанести теплопроводный силикон. Приклеить датчик, чтобы он касался элементов самих. Здесь он двух элементов будет касаться. Я использую вот такой вот клей. Кофутер 5204К. Вот в таких вот коробочках он идёт. Из тюбика просто выдавливается нужное количество. Вот так вот. Прям вот так вот туда. Хорошенечко. Обильно. Так тепло будет гораздо лучше передаваться на датчик, нежели через воздух. Тем более, это специальный теплопроводный силикон. Им можно клеить и радиаторы к светодиодам, и транзисторы, и всё, что угодно. У него хорошая теплопроводность. Сейчас попробую вставить. Но здесь только при долгом нажатии загораются синие светодиоды. Здесь они загораются сразу же. Ну, я думаю, ничего страшного. Всё должно работать. По идее. Так, а здесь... А вот здесь интересно, как вставляется вот этой стороной, или вот этой. А вот этой вот, она не вставляется даже, всё понятно. Значит, вставляется только так. Ну, здесь тоже так. Плюс дальний. Первым вставляется туда. Угу. Здесь просто что-то отливочка не очень идёт. Получается, приложив определённую силу, получилось её сюда запихать. Так. А как, вниз она не уйдёт теперь? Да, вот здесь есть площадочка. Вот это вот. Она фиксирует и не даёт этому разъёму опуститься вниз. Это хорошо. Ну, и останется только наклеечки наклеить. А то смотрится как-то вообще... ...защёлкивать. Ещё раз проверяю. Батарея включается. Я думаю, что-то мешает, не даёт защёлкнуться. Оказывается, всё нормально. Вот здесь вот та же вся пресловутая защёлка, которая не давала вскрыть. Она же не даёт и защёлкнуться. Довольно плотная такая. Просто не хотел сломать. Оп. Готово. Да, с этим ручным фокусом я уже, если честно, задолбался. Вы скажете, а почему нет автофокуса? Есть автофокус, но он шумный. В видео постоянно будет шуметь ультразвуковой мотор. Он ещё старого поколения. И он шумный. А чтобы поставить объектив, у которого современный ультразвуковой мотор, бесшумный, то надо новую тушку купить, сам фотоаппарат и новый объектив. И обойдётся это около 5000 долларов, наверное. Да, где-то около 5000 долларов. Такого класса, как сейчас у меня. Так, ну да ладно. Что у нас тут, включится, не включится, как думаете? Не включается. Я догадываюсь, почему. По-моему, такое и есть, что нужно зарядочку подключить сначала. Я на это надеюсь. Так, зарядочка пошла. Элементы средней точки, по идее, должно всё работать. Работает. Только с небольшой задержкой. По-моему, с той батареей включалась сразу же. Ну, всё работает. Отличненько. По идее, что всё. Можно отдавать клиенту. Будет радоваться. По работе данной батареи дальше будет видно, как она будет служить. Пишите в комментариях, если вас будет интересовать эта тема. Как дальше будет служить батарея, я постараюсь клиента не терять. Контакт его у меня сохранён. Буду спрашивать, доволен ли он или нет. Покажет время. На этом у меня всё. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно ставьте лайк, если видео понравилось. Если было полезным. Обязательно делитесь этим видео в соцсетях. Эта информация очень полезна для многих людей, у кого есть такие пылесосы. Либо кто занимается ремонтом данной техники, тоже будет полезно. Ссылочку на набор я оставлю в описании. Мог каждый купить и отремонтировать данный пылесос. Кстати говоря, защита от перегрузки работает здесь или нет? Да, тоже работает. Что за бит фильтр? А если так же включу... Как только я открываю отверстие, пылесос работает нормально. Как и на родной батарее. Всё отлично. Ну, теперь точно всё. До встречи на канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok